Довольно забавно, что в этом году на Московской Олимпиаде для 11 класса была одна задача, которая как раз решается с помощью этой терапии. Я могу чётко сказать, что я к этому никакого отношения не имею. Меня как-то в жюри Московской Олимпиады давно уже не приглашать. Не знаю, как она там оказалась, кто там её придумал, но тем не менее факт такой есть. Давайте я сейчас эту задачу сформулирую. Ну, собственно, в ней было два подпункта, а и мы. Значит, подпункт там вот такой. Если сформулировать его в тех терминах, которые нам уже знакомы, конкретно на Олимпиаде это сформулируем их немножко по-другому. То речь идёт вот о том что-то. Нужно взять в угольнике Паскаля строчку с номером 2012, ну не пять, два раза в 2012 году, то есть рассмотреть всевозможные вот такие генемиальные кэффекты. И посчитать, сколько из них будет делиться натрия. А, с другой стороны, что-то я... А, с другой стороны можно поставить. Ну да, так можно так выписать, да, вот и так. Значит, нужно посчитать, сколько из них будет делиться натрия. То есть пункт яблый такого вопроса. Вот в нашей премии. Сколько таких есть чисел К, ну от единицы до 2012, что-то соответствующие генемиальные кэффекты делятся на. Ну а на самой Олимпиаде, там, понятно, вместо этого речь шла о коэффициентах вот такого многосилена. Ну понятно, что коэффициенты точно такие. Формула биномба. Ну и теперь мы знаем, как эта задача может быть решена. Когда вот эти коэффициенты будут делиться в натрия? Когда вот этот порядок не меньше или нет. А это означает, что когда мы складываем число К и число 2012-К, и получаем 2012-К и эти операции мы делаем по модулю 3, то есть если мы эти операции делаем в строичной системе исчисления, то нужно, чтобы в этой строичной системе исчисления... Да, нужно посчитать, какие не делятся, прошу прощения. Не какие делятся, а какие не делятся. Ну понятно, посчитаем, какие не делятся, все остальное будет делиться. Так вот, значит, для того, чтобы этот коэффициент не делился, то есть порядок был бы равен в углу, нужно, чтобы при сложении вот этих двух чисел в строичной системе во всем не было никаких переменцев. Правильно? Как о том можно узнать? Для этой цели, ну, в 2012-2012, во-первых, записать в строичной системе. Нам, заметьте, это тоже достаточно громоздко. Давайте я не буду конкретно выписывать это число, а я обозначу эти цифры в строичной системе. Тут, скажем, а-ноль и так далее, а-ноль. Так выписывать не буду. Так вот, когда у нас сумма вот этих двух чисел в строичной системе даст нам такой результат и не будет происходить перемест. Понятно вот когда? Когда число k будет дописываться в строичной системе цифрами, тоже b0, b, которые в каждом разъеме будут не больше, чем цифры в результате. Тогда число 2012-k, так как в сумме оно дает вот такой результат, у него цифры будут, естественно, какие. а-н-б-м, так далее, а-м-м-м. То есть у него цифры в строичной группе вот такими разностями. Ну и при сложении, они будут, конечно, цифры складываться, будут давать результат а-ноль и так далее, а-м, и никаких переносов происходить, конечно, нет. Вот это условие, оно, очевидно, необходимо и достаточно для того, что переносов нет. Поэтому, если нас интересует, при каких k число не будет делиться на три, согласно этой теории, это будут те k, при которых будут происходить переносы, а переносы будут происходить, когда все цифры представляют в таком условии. И тогда возникает вопрос, нужно просто посчитать, сколько существует вот таких наборов, в которых цифры не больше, чем а-и в каждом раздре. А сколько у нас таких чисел? Ведь надо еще учитывать, что цифра может быть равна нулю. И может равняться они. Таких чисел у нас будет, конечно, а-ноль и так далее. Начинаем с нуля. И это будет и позиция. А поскольку нам нужно для каждого индекса i, просто такое количество чисел, то общее количество таких комбинаций будет равно произведению всяких чисел. Ну, символически это можно написать вот так вот. Это знак произведения. Ну, а если по-честному, что это будет за ноль получать делу, тогда... От нуля. И от нуля. И от нуля даем. А, да-да-да, конечно, да. Вот. Ну, действительно, количество вот таких наборов чисел b, который в каждой позиции не превосходит i, будет равно, конечно, на таком уровне. Ну, если кому-то не очень понятно, то тоже задачка такая надо. Вот подумайте, почему это так. Это называется правило умножения в комбинаторике. Потому что в каждой позиции у нас вот столько вариантов. Для разных позиций мы эти варианты выбираем независимо друг от друга. Такое общее число вариантов выбора будет равно предыдущим. Вот это и есть нужная формула. Ровно столько значений k, для которых этот коэффициент не будет делиться над. Остается только конкретное число разложить в троичной системе, получить конкретную число и перемножить. Вот в этом составила задача. Но надо признать, что еще нужно помочь разложить в троичной системе. Это не сложно, но, тем не менее, довольно громоздко. На самом деле удобно разложить в девятичной системе. Потому что тогда цифра будет вдвое меньше. А каждую девятичную цифру в троичной системе вы можете потом сами разложить. Ну вот, если хотите, можете посчитать эту задачку до конца. Могу указать ответ. Ответ будет такой. Триста двадцать четыре. И получается он таким образом. Значит, четыре раза тройка выводится. То есть четыре раза тройка выводится. Тройка выводится в четвертой системе. Тройка выводится вот так вот. Это означает, что среди цифр троичных вот этого числа будет цифра 2 встречаться четыре раза. Поэтому 2 плюс 1 будет 3, 4 раза. Цифра 1 будет встречаться два раза. Вот. А остальные цифры будут 0. Ну а всего 0,1 будет 2. Всего 30. Остальные цифры 0. Вот. Такой будет ответ. Ну, надо это, конечно, вычислять. Я не представляю, кто там мог успеть все это сделать. Потому что догадаться до всего этого. Ведь школьники стерео выбора не знают. Ну, правда, можно ее доказать, конечно. Каким способом. Субтитры создавал DimaTorzok